Мы рады вас приветствовать Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Представляю, как вы повеселились с первого апреля, когда все шутят и по-доброму разыгрывают друг друга. Радионяни, как вы знаете, тоже обожаю. Он обожает всякие веселые розыгрыши. Алло? Здравствуйте. А, очень приятно. Да что вы говорите? Конечно, конечно. С удовольствием. Обязательно. Обязательно. Друзья мои, только что позвонили ученые и сказали, что обнаружили какую-то Несси. Как это какую-то? Вы что, ничего не слышали про Несси? Про чудовище из шотландского озера Лох-Несс? Ну как же, про нее столько писали. Эту Несси замечали много раз, но никак не успевали сфотографировать. Да что вы говорите? Да. Вот в чем дело, оказывается. Ну, а что эти ученые хотят-то? Так вот, говорят, что опять заметили эту самую Несси, причем, знаете, когда? Когда? Месяц назад в десять часов тридцать минут во время прошлой передачи радио Няни. Она специально высунулась, чтобы ее послушать. Ну, как же она ее услышала? Откуда у нее в озере приемник возьмется? Ну, это очень просто. Наверное, какой-нибудь турист на берегу включил транзистор, она и заслушалась. Ну, а почему же ее не смогли сфотографировать? А вот это, Алик, надо спросить у вас. У меня? Да, 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 да. Ученые сообщают, что Несси слушала, слушала, пока Саша говорил. А как только Алик рот раскрыл, она испугалась и исчезла, только ее и видели. Да ну, чего ей меня бояться? Понимаю, если бы я ей к хвосту консервную банку привязал. Видишь, а меня она с удовольствием слушала. Это потому, что у меня голос приятный. Ну, да, приятный, как у бегемота. А я думаю, что как раз поэтому ей Сашин голос и понравился. Несси в нем почувствовала, ну, что-то близкое, родное. Ну, друзья мои, надо торопиться, ученые ждут. Они уже установили радио на берегу озера и через... Позвольте, позвольте. Ну, да. Через 15 секунд они позвонят нам в студию и вы, вы, Саша. Да. Вы уж, пожалуйста, очень вас прошу, скажите что-нибудь для Несси своим приятным голосом. Ладно. А вы, Алик, умоляю вас, не спугните ее опять. Подумаешь, я вообще могу уйти. Правильно, вот это правильно. И я с вами уйду. Не будем Саше мешать. Мы ушли, Саша, мы ушли. Желаем вам успеха. Всего доброго. Ну, что же ей сказать такое ласковое. В гости позвать, что ли? А что, в двухкомнатной квартире должна поместиться, а хвост можно за окно свесить. Да, только ведь это Несси. В один присест, весь холодильник съест. Вместе с ручкой. Алло, это Несси. О-о-о. Здравствуйте. Желаю вам здоровья и больших творческих успехов. О-о-о. Спасибо, большое спасибо. Только это не Несси. Это Николай Владимирович. А Несси просила вас поздравить с прошедшим первым апреля. Неизвестно никому, где, когда и почему, на какой далекой параллели Был придуман, утвержден и в календарь внесет День коварный, первое апреля. Первого апреля Разыгрывать не грех, Разыгрывать не грех, Не грех. Первого апреля Звучит повсюду смех, Звучит повсюду смех, Смех, смех. Помню, в школе как-то раз Напугал меня мой класс Мне зайти к директору и леви. А директора давно кто-то вызвал в гора, Но дело было первого апреля. Первого апреля Разыгрывать не грех, Разыгрывать не грех, Не грех. Первого апреля Звучит повсюду смех, Звучит повсюду смех, Смех, смех. Первого апреля Разыгрывать не грех, Разыгрывать не грех, Не грех. Первого апреля Звучит повсюду смех, Звучит повсюду смех, Смех, смех. Если ты боишься, друг, Что тебя обманут, друг, И тебя пугают смех и шутки, Срочно прячься в чемодан, Чемодан запри в чулан, И сиди спокойно ровно сутки. Первого апреля Разыгрывать не грех, Разыгрывать не грех, Не грех. Первого апреля Звучит повсюду смех, Звучит повсюду смех, Смех, смех. Первого апреля Разыгрывать не грех, Разыгрывать не грех, Не грех. Первого апреля Звучит повсюду смех, Звучит повсюду смех, Смех, смех. Ой, смотрите, машина какая-то. Точно. И написано на ней что-то. Р-В-М. Р-В-М. Сокращение какое-то, вроде ЭВМ. Нет, 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 друзья мои. РВМ это радиоволшебная машина. Да, да, да. И, между прочим, двухмешная. Как мотоцикл без коляс. Ну вот, сравнили. Мотоцикл бегает по дорогам, а моя машина путешествует во времени. Да, 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 вперед и назад. Могу вас, к примеру, доставить, ну, хотя бы в прошлый месяц. Нет, пожалуйста, в прошлый месяц не надо. Я в прошлом месяце двойку за диктант схватил. Что же мне второй раз ее получать? Николай Владимирович, вы нас лучше лет на десять вперед запустите, чтобы раз и сразу стать взрослыми. Взрослыми? Ну что ж, это можно. Пожалуйста, включай машину. Держитесь, пожалуйста, крепче. Вот так. Готово. Вот вы и взрослые. Минуточку, минуточку. Что это вы собираетесь выбрасывать в мусоропровод, а? Тапочки. На физкультуру больше ходить не надо. И учебники. Никаких уроков, никаких педсоветов. Да? Да. А вот только что мне открытку какую-то принесли. Позвольте, позвольте. Ну да, так и есть. Вас вызывают на педсовет. Меня? Это ошибка. Я уже взрослый. Вот именно. У взрослых свои дети. Вот вас и вызывают на педсовет из-за вашего сына. А что он там натворил? Учится. Ужасно. На физике его спросили, как работает паровоз, а он ответил чух-чух-чух. Да? Ну, пусть только придет домой, ученичок, чтобы не знать, как работает паровоз. Сколько раз я ему объяснял, что паровоз сначала делает у-у-у-у, а уж потом чух-чух-чух. Да. Вам кажется, на педсовете действительно делать нечего. Тогда, раз вы взрослые, собирайтесь, пожалуйста, на работу. А я сегодня не могу. Это почему же? А у меня тетя заболела, у нее аппендицит. Да ты же недавно, когда опоздал, говорил, что у тети аппендицит удаляли. Что ж, у нее новый вырос, как хвост у ящерицы. Да это ж другая тетя, двоюродная сестра, троюродного брата отца. Николай Владимирович, я так не согласен. Если работать, то обоим. Верно, верно, верно. А где вы хотите работать? Как где? На заводе? Очень хорошо. Научитесь управлять станком. Своими руками будете делать разные машины. Нет, нет. Вы меня не поняли. Я на завод директором хочу. Буду в шляпе ходить, бумаги разные подписывать. Тогда я тоже директором. Я тоже в шляпе хочу. Ах, вот в чем дело. Ну, ладно, ладно. Тогда назначаю одного из вас директором, а другого главным инженером. Подойдет тогда? Да, да. Я директор. И сразу приступаем к совещанию. Вашему заводу необходимо сырье. Вы можете получить его либо из пункта А по железной дороге, либо из пункта Б по реке. Путь до пункта А вдвое длинней. Но зато скорость поезда в три раза больше скорости парохода. Вот вы, товарищ директор, и вы, товарищ главный инженер, и должны решить вопрос, откуда быстрее можно получить сырье. Ну, вот, опять эти иксы с игреками. Лучше бы мы с директором в салочки сыграли. Нет, Николай Владимирович, из вашей машины какая-то странная взрослая жизнь получается. Опять надо задачки решать. Отправьте нас, пожалуйста, обратно. А, сдаетесь, да? Ну, тогда включаем машину времени. Сейчас, минутку. Ну, вот. Вот вы снова школьники. Николай Владимирович, а вы не можете такую машину изобрести, чтобы без школы все знать и стать взрослым? Э, друзья мои, такую машину вам ни один волшебник не сделает. Ведь взрослый человек, отличаясь от маленького, не только тем, что он носит шляпу или бреется, а еще и тем, что он больше знает и многое умеет. Наверное, школа и помогает каждому маленькому человеку стать настоящим взрослым. Об этом надо помнить каждый день, даже в воскресенье. Никого не видно в школе, Хоть никто из нас не болен. Хочешь, посмотри кино? Хочешь, погляди в окно. Солнце в небе или тучи, Зимний день или весенний, Он в неделе самый лучший. Воскресенье, 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 воскресенье. Ах, какое это счастье, Не учить и причастие, И корней не извлекать, И как следует поспать. Солнце в небе или тучи, Зимний день или весенний, Он в неделе самый лучший. Воскресенье, 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 воскресенье. Один вопрос. Интересное письмо Прислал нам Илья Красильщиков Из Ленинграда. Он пишет. Радионяня, Объясни, зачем животным хвост? Ведь хвост не видит, Не слышит, Не чует добычу, А бегать по полям и лесам Только мешает, наверное. Так зачем же нужны хвосты? Как зачем? Ну, во-первых, Чтоб воротники из них делать. А, ну да, конечно, конечно. Лиса просто мечтает, Чтоб ее хвост На воротник или на шапку пустили. А по-моему, Хвосты зверям вообще не нужны. И мы должны им помочь От них избавиться. Многим собакам же, например, боксерам. Когда они маленькие, Хвостики укорачивают, И ничего, Прекрасно потом они себя чувствуют. Нет. А по-моему, Хвост это хорошо. Вот, например, Мне бы рыбий хвост приделать. Тогда и плавать учиться не надо. А обезьяний? Обезьяний тебе случайно не нужен, Чтобы на ветке качаться? Ну, хорошо. Николай Владимирович, Вот скажите вы, Как вы думаете, Нужен хвост? Ну, какой вопрос. Это ведь такая красота, Друзья мои. Вы только представьте себе, Павлина без его роскошного хвоста. Это же будет обыкновенная курица. Курица. Я лично просто мечтаю о таком хвосте. Во-первых, красиво. Во-вторых, практично. Его же можно как метелку использовать. В гости перешел снег, Смел из ботинки, И все довольны, пожалуйста. Ну, хорошо, это зимой. А летом? Летом он зачем? Как зачем? Им же можно как веером обмахиваться. Никакая жара не страшна. Нет. По-моему, без хвоста лучше. Вот вы попробуйте, Отрежьте какому-нибудь тигру хвост. Он вам только спасибо скажет за это. Представляете, Подходит он себе спокойненько К стаду антилоп. Ну, они, конечно, Сразу кричать по антилопе начинают, Мол, тигр, тигр, бежим. Одна, одна, Которая самая умная скажет, Да какой же это тигр? Антилопочки вы мои дорогие. У тигра хвост должен быть, А этот без хвоста. Вот тут-то тигры. Очень хорошо. Ну, а теперь представьте себе, Приходит этот тигр домой, А его родная тигрица Не пускает в дом. Почему? Не пускает. Он кричит, Я свой, свой, свой. А она говорит, Нет, наш с хвостом был, А тебя мы знать не знаем. Ой, я вспомнил. Вспомнил, для чего нужны хвосты. Я где-то читал, Что муравьед хвост как подушку использует. Свернется калачиком и спит на нем. Да. Да зачем же ему с этой подушкой Таскаться везде? Вот ты в гости со своей подушкой ходишь? Не, ну вот. Ну, друзья мои, я вижу, Нам самим этот спор, пожалуй, не решить. Алекс считает, что хвосты нужны, Чтобы спать на них. Саша предлагает помочь животным От них избавиться, А я так думаю, что и нам с вами Неплохо было бы Несколько симпатичных хвостиков подобрать. Так как же все-таки нужны животным хвосты? И если нужны, то кому и зачем? Вот что, пусть нам ответят на этот вопрос Наши слушатели. Поле циферблата Стрелок позолота Каждую минуту Кто-то ждет чего-то Соловей лето Воробей проса Вы от нас ответа Мы от вас вопроса Вы от нас ответа Мы от вас вопроса И не так уж важно, сколько ждать придется, Главное, что каждый своего дождется. Соловей лето, воробей проса, Вы от нас ответа, мы от вас вопроса. Соловей лето, воробей проса, Вы от нас ответа, мы от вас вопроса. Ла-ла-ла-ла-ла, вы от нас ответа, мы от вас вопроса. Начинаем веселый урок. Уважаемые помощники, я хочу с вами посоветоваться. Дело в том, что у моего дяди в Свердловске день рождения. Сегодня в три часа все должны быть за столом. Во сколько мне нужно вылететь из Москвы? Подскажите, пожалуйста. А самолет сколько летит до Свердловска? Два часа. Два часа. Значит, вылететь надо в час. Чего тут считать? Правильно. И в три часа вы будете за столом. Спасибо, друзья мои, большое спасибо. Только у меня к вам просьба, больше никому таких советов, пожалуйста, не давайте. Почему? Потому что в Москве и в Свердловске время не одинаковое. Когда у нас час, там уже три. Так что если послушать вашего совета, значит опоздать на два часа. Ну, извините, Николай Николаевич. Ну, ничего, ничего, никакого дяди у меня в Свердловске нет. Просто я хочу, чтобы вы поняли, насколько важно разбираться в часовых поясах. Часовые пояса? Это что, ремешки для часов, да? Нет, нет, нет. Это... Впрочем, давайте все по порядку. Вы, конечно, знаете, что Земля вращается вокруг своей оси с запада на восток. И подставляет Солнцу сначала один бок, потом другой, потом опять один бок, потом другой. Чем восточнее какое-нибудь место, тем раньше его освещает Солнце. И день там наступает раньше. Поэтому время в разных местах земного шара разное. А лет сто назад в этом вопросе была полная неразбериха. Ой, точно, точно. Я читал, что железнодорожники от этого, ну, чуть не плакали. Действительно, как тут составишь расписание поездов, если на каждой станции свое время? И вот тогда канадский инженер-железнодорожник Флеминг придумал часовые пояса. Что вы о них знаете? Ну, часовые пояса разделяют земной шар от полюса до полюса на 24 части по числу часов в сутках. Верно, верно, верно. Нулевой пояс проходит через английский город Гринвич. К востоку от него с каждым поясом время на час больше, к западу на час меньше. Значит, если Чукотка на 12 поясов восточной Гринвича, и в Гринвиче, допустим, полдень, то на Чукотке уже полночь. Правильно. Совершенно правильно. Здорово. А теперь задача будет посложнее. Вот представьте себе, на Чукотке полночь. Так. А сколько в этот момент времени в Америке, которая на 12 часовых поясов западнее Гринвича? Ну, представьте, что вы едете из Чукотки в Америку через весь земной шар с востока на запад. Сейчас скажу. Значит, на Чукотке полночь. Да. Только начался новый день. К примеру, 2 апреля, да? Да. И вот я так еду, еду. От Чукотки до Гринвича 12 поясов. Да, от Гринвича до Америки еще 12. 24 целые сутки. Значит, когда на Чукотке начинается 2 апреля, в Америке только начинается 1. Верно. Верно. Но ведь на самом-то деле с Чукотки до Америки совсем не обязательно добираться через весь земной шар. Их ведь разделяет всего несколько километров Берингово пролива. И вот проплыв эти несколько километров, вы попадаете... Во вчерашний день. Здорово. Этот железнодорожник Флеминг был, видно, веселый человек. Кстати, для транспорта установлено еще единое время. У нас в стране это московское. Поезда, самолеты, корабли, все ходят по московскому времени. Николай Владимирович, а вот у Москвы какая разница во времени с Гринвичем? Два часа. Когда в Москве 9 утра, у англичан только 7. А, теперь понятно, почему как утром урок английского, так мне спать хочется. А англичане-то в это время еще зевают, вот у них и получается... How do you do? Зато, представляете, в Москве учительница только собирается кому-нибудь двойку поставить, а во Владивостоке маму уже в школу вызывают. Ну, друзья мои, я вижу, вы уже прекрасно разбираетесь в часовых поясах, и мы можем смело петь о них песенку. Жил на свете мистер Флеминг, он не тратя лишних слов Уточнить задумал время отправления поездов И мечтой своей гонимой дело сладил в полчаса Нанеся на карту мира часовые пояса На 24 пояса разделена планета На 24 пояса А для чего нам это? А это для того, как раз, чтоб мы легко могли Узнать, который час сейчас в любом конце земли Узнать, который час сейчас в любом конце земли Пусть от Гринвича твой поезд едет прямо на восход Часовой проедешь поезд, став часы на час вперед Ну, а если тот же поезд вдруг поехал на закат Часовой, минуя поезд, став часы на час назад На 24 пояса разделена планета На 24 пояса А для чего нам это? А это для того, как раз, чтоб мы легко могли Узнать, который час сейчас в любом конце земли Узнать, который час сейчас в любом конце земли Веселый урок окончен Начинаются прятолки А вернее, географические радиопрятолки продолжаются Сначала расскажем, как нас нашли Вася Комендант из Донецка вместе со своим младшим братом Сашей Сразу догадались, что озеро, которое называется морем Это Каспийское море А Роберто Гомес Фустер из Ленинграда Пишет, что Аральское море тоже озеро Правильно Правильно Эти озера называются морями, потому что они очень большие Каспийское, например, самое большое озеро на земле А самое глубокое озеро в мире – Байкал Его тоже иногда называют морем Помните? Славное море, священный Байкал Простите, пожалуйста Я увлекся Продолжайте, продолжайте Караул Что случилось? Ничего такого не случилось Ничего Просто ребята нашли город в Красноярском крае С названием, как крик о помощи Он так и называется Караул А город в Киевской области с неспокойным названием – это Буян Но это еще не все Сергей Бондаренко и другие ребята пишут, что на Украине есть город Буча Что означает драка Это тоже правильно, ведь спокойных драк не бывает Так что всем, кто нас нашел, можно смело сказать – молодцы, ребята! Правильно ответили на все вопросы Сергей Зеленцов из села Овчинниково Новосибирской области Таня Любавина и ее мама из Челябинска Галя Кулаковская и вся ее семья из деревни Александра Ёрша Красноярского края Бывшая школьница Рябцева Елизавета Георгиевна из Барнаула тоже правильно ответила И многие-многие другие маленькие и большие наши слушатели Я думаю, если нас нашли, можно снова прятаться Конечно, конечно, мы даже знаем, куда прятаться Рассказывайте Вернее, загадывайте Дмитрий Родионов из Симферополя нашел одно укромное местечко Для Николая Владимировича Литвинова и автора сегодняшней передачи Ефима Смолина Это город в Иркутской области с названием, похожим на этот месяц А месяц у нас сегодня какой? Почти такой же, как название города в Иркутской области А Катя Полуаршинова из Москвы приглашает редактора Елену Лебедеву И режиссера Татьяну Сапожникову посидеть на берегу реки Река эта течет на западе нашей страны и имеет два притока Носящих название «Змеи» и «Птицы» Река с двумя притоками Один с названием «Змеи», другой «Птицы» А ведущие передачу Александр Лившиц и Александр Левенбук По совету Лилии Константиновны Крагулецкой из Севастополя Спрячутся в Удмуртии В городе с веселым названием Этим словом можно назвать и наши радиопряталки В которые мы играем Радионяня, радионяня, есть такая передача Радионяня, радионяня, у нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем труля-лятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем труля-лятам было веселей